На одном из полигонов Ульяновской области полным ходом идет подготовка резервистов и добровольцев. Здесь тренируются ребята, в том числе и из Мордовии. Днем и ночью идут занятия по огневой и тактической подготовке. Правая нога продолжения автомата. Бой готов. Огонь. Резервисты совершенствуют навыки передвижения на поле боя, учатся тактике ведения современного боя, изучают средства связи, оказывают первую помощь. Боевое слаживание проходит под руководством опытных офицеров с богатым боевым опытом. Предполагается, что учеба продлится 2-3 недели. После этого они отправятся в район проведения специальной военной операции. Пока одни резервисты готовятся на полигонах, другие продолжают приходить в военкоматы. В Мордовии большинство приходит для уточнения документов воинского учета самостоятельно. Можно условно разделить наше проведение мобилизационных мероприятий на два этапа. Первый этап Республика Мордовия успешно завершила. Сформирован батальон. Теперь мы проводим мероприятия по оповещению граждан, вручению гражданам мобилизационных предписаний. И ждем, когда поступит команда, и мы начнем формировать новые подразделения. Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров рассказал, что сейчас к нему лично обращаются многие общественные объединения, волонтеры, предприятия и бизнес, чтобы понять, какая помощь необходима резервистам региона прямо сейчас. Покупают амуницию, снаряжение, технику, коптеры, тепловизоры. Вы видите за моей спиной автомобиль, который передала одна из организаций, вновь сформированный батальон. Автомобиль полноприводный, и в первую очередь он будет использоваться как командно-штабная машина. Самое важное нашим землякам, нашим соотечественникам чувствовать поддержку, поддержку своих родных и близких, поддержку населения. Они должны знать, что они защищают свой родной народ. По поручению Артема Сдунова, прямо у военного комиссариата, теперь дежурит мобильный пункт юридической помощи. Правовую консультацию здесь могут получить не только те, кто получает повестку, но и их жены, родители и родные. Вопросов много, говорят юристы. Различные вопросы, касаемые и трудовых прав, и медицинской помощи, как отправить в командировку, и нужно ли спрашивать согласие военкома. В общем, отвечаем на различные вопросы. 5 октября – первый день работы юристов в таком выездном формате. Но уже стало понятно, что нужно продолжать помогать резервистам и мобилизованным таким образом. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости.